Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания, с Вами ведущий Владислав Майстру, к моим собеседникам сейчас будет Александр Полий, политический эксперт. Здравствуйте. Вот в Польше пришли выборы минувшее воскресенье, тоже 25 октября, как и в Украине, но если Украина выбирала местную власть, там были политические выборы, которые определяли, как будет жить Польша в течение дальнейших 5 лет. Большинство, причем большинство такое, которое позволяет сформировать самому правительство, получила партия господина Качинского, да, это мы говорим о правой справедливости, это такая правая партия, консерваторы их называют, кто-то в Европе их даже называют такими ультракатоликами или ультраправыми. Ну, в Европе нравятся такие ярлыки ставить, особенно вот тем партиям, которые относятся с особым таким пиететом к своей истории и национальной идентичности. Если это, конечно, не касается там Германии, Франции или Италии, там все окей, там, но какие там не очень хорошие уже идут сигналы в нашу сторону. Вот польский историк, сенатор, как раз из правящей, уже практически правящей партии, да, право и справедливость, Ян Жарин, он сказал, что украинцы ведут антипольскую политику и настроены против Польши и заявляют, что если они, то есть мы, украинцы, хотим быть европейским народом, интегрироваться в европейскую культуру, в европейское пространство, то мы не должны прославлять и чтить ОУНУПА. Ну, на Востоке Украины скажут «Ура», а на Западе скажут «Зрада». Ну, не «Ура», ну, это утрируют, да, а на Западе скажут «Зрада». И вот, как теперь нам быть, потому что о подобных настроениях в этой новой правящей партии, да, уже говорилось вот с избранием господина Дуды как президента. И, в принципе, мы видим, что если раньше Борислав Комаровский говорил «Украина, Украина, Украина», часто приезжал в Украину, опять, то Анджей Дуда не особо, да, как бы, жалует Украину, в принципе, он предоставил свой план, что вот такая гегемония Польши на Востоке Европы, и вот, в принципе, и Украина входит в эту конструкцию, и прибалтийские страны в том числе. Ну, получится, нет. Вот что делать Украине? Как тогда налаживать отношения, если есть такие? Ну, ничего, не обращать внимания. У нас тоже много депутатов, чего говорят, разные. То есть, это все балабольство, не обращать абсолютно внимания. Большинство Польши, государственных институтов, парламента, они более трезво, ну, скажем так, ориентированы. Вот. Я совершенно не предлагаю, ну, как бы, отвечать полякам, чем-то острым, хотя есть чем. При желании мы можем сказать, что в Польше прославляются люди, которые там, ну, фактически тоже вырезали местечко в Украине, тоже геноцид. Вот. А по поводу того, был на Волыне геноцид или нет, еще ученые до сих пор спорят. Потому что в том числе и, ну, скажем, поляки немножко больше пострадали там, просто в силу того, что их было там меньше. Вот и все. Но они проводили точно такие же, ну, акции по уничтожению украинских деревень. И сейчас на территории Польши тоже есть уничтоженные украинские деревни, где даже памятники не стоят. Поэтому можно... Иногда даже уничтожают. Ну, это дело рук, ну... Дело рук, ну, вот... Ходяев, можно так назвать. Боролись, скажем так, фактически боролись нации. Да. Поэтому... Ну, вот последнее, да, что просто, ну, не казалось, что... По поводу этого же человека, Яна Жарина, вот он говорит, что без Львова, города, который всегда был верен Польше, нет польского народа. Смешно просто. Ну, то есть это явно какой-то, скорее всего, есть такие схидные крессы, это они так называли наши западноукраинские земли, или западно-белорусские. Ну, и потомок выходцев оттуда, он может рассказывать все, как Жириновский про какую-то фабрику в Житомирской области. То есть может нести много чего. Знаете, Жириновский так часто говорил «Крым, Крым, Крым», я думаю, ну, сумасшедший, сумасшедший, в итоге... Да, да, ну, бывает такое, да. Вот, поэтому, что здесь сказать? Львов был верен Польше. Наверное, когда его Данила Галицкий основал, князь, король Галицкий, который, кстати, поляка очень сильно, ну, помогал там польским князьям одним, а других бил, то, наверное, тогда он тоже был верен Польше. Смешно просто. Ну, такая трактовка историй, к сожалению, такова. Ну, мы, конечно, сейчас... Всегда, понимаете, у политиков всегда выбирают какую-то историю. Когда он был всегда? Когда он был в Австрийской империи или когда он был в Галицко-Волонском княжестве? Ну, да, это говорили, что Крым – это исконная русская земля, хотя татары могут сказать то же самое, генуэсы тоже могут предъявить тоже какие-то претензии. А украинцы, как потомки скифов, могут сказать, что это исконно скифское. Да, ну, то есть... Ну, вот, это смешно. Но, вот, понимаете, вот, пока вот не случилась ситуация с Крымом, было смешно нам в 21 веке говорить о возможном конфликте с Россией, ну, именно не за деньги, а за территорию, да? То есть, именно с такими аргументами, там же в основном вся эта истерия, вот, благодаря таких аргументам. Ну, если что касается Крыма, то украинские исторические аргументы очень сильны. Да, это правда. В частности, это касается, ну, во-первых, захвата, значит, Корсуня, когда он действительно так назывался, Херсонеса, князем Владимиром, которое произошло впервые за полторы тысячи существования этого города. И, во-вторых, гораздо более важно, это существование Тмутараканского княжества в Восточном Крыму, на территории Керченского полуострова, вплоть до, ну, где-то вплоть до Феодосии, вот, в тех районах, и оно существовало 200 лет, больше, чем российская история Крыма. То есть, существовало с конца X века по конец XII, ну, около, приблизительно, около 200 лет. Поэтому здесь можно говорить о том, что киевская история Крыма, она достаточно продолжительная. Но мы отталкиваемся не от этого, отталкиваемся от реальности нынешней. Да, вот нынешняя реальность, о чём говорится? Нынешняя реальность, что на Ближнем Востоке идёт страшничья война, и что в скором времени до 10 миллионов человек могут решить покинуть эту территорию. Реальность такова, что климатические изменения приведут к тому, что вся вот эта зона Персидского залива станет негодной для жизни, и всё это население... Это перспектива десятилетий. Это перспектива. Десятилетия. Десятилетия летят очень быстро. Я вот помню 2001 год, как будто это было вчера. Тоже станет непригодной для жизни, а там уже мы говорим о сотнях миллионов человек, которые будут вынуждены куда-то двигаться. Вот мы видим особо такие обострённые чувства национальной гордости в Европе. Причём даже в странах, которые уже давно не проявляли подобное, ну как Германия, например. Знаете, сама по себе гордость... Польша, которая не собирается принимать мигрантов. Если это уважение, если это не кеснобизм, не какая-то, скажем так, чванство такое национальное, если это просто уважение к своим традициям, это нормально ещё? Уважение, да. Мы говорим конкретно о ксенофобии. То есть нежелание, например, общаться, видеть и принимать тех же беженцев. Это может быть обоснованно экономически. Никто же не может заставить человека принять другого у себя. Знаете, есть гостеприимство и всегда имеет, честно говоря, свою черту. Я просто перед... Ну, рано или поздно мы будем себе поставить перед фактом. Вот есть 10 миллионов человек, допустим, да, или ещё больше, которые не могут вернуться откуда они пришли, потому что там жить нельзя. И они или будут с нами воевать, чтобы получить свой кусок земли. Или же мы принимим какое-то решение, чтобы не воевать, да, и жить в мире. Воевать они не будут, конечно. Потому что это невозможно. Сейчас орды так не бегают, к счастью, если не принимать во внимание, например, Лугандон на территорию отдельных районов. Ордами там пришли, кубанские казаки, так как ордаты и приехали. На Кубань? Ну да, из Кубани. Там все эти казаки ряженые. Да, это такие кубанские казаки. Кубанских казаков, кстати, в Сибирь выселили. Всех. Столица Полтавская, Урупская и ещё какая-то там, Косноармейская бывшая. Поэтому можно сказать, что да, это проблемы, но это проблемы такие сугубо теоретические, на которые Украина никак повлиять не может, поэтому мы на это внимание не обращаем. Пока нам глобальное потепление, наоборот, пользу приносит, потому что таких урожаев, как сейчас в Украине, у нас никогда не было до сих пор. Тем более мы станем лаковым кусочком для... Да, мы уже давно лаковым кусочком. На протяжении последних где-то тысяч 3-3 лет мы уже лаковым кусочком. Да, но мы всегда оказывались не готовы к подобным перетурбациям. Почему? Если бы мы были совсем не готовы, нас бы сейчас не существовало на планете. А так, в принципе, больше побед, чем поражение. Ну, не знаю, знаете, была Киевская Русь, потом пришли татаро-монголы, всё разрушили, потом было... Ну, Киевская Русь была 300 лет, а татаро-монголы у нас были 80 лет. Ну, потом, да, я имею в виду, что потом Киев превратился чуть ли не в деревню, да, там... Ну, не правда, ну, не было. Не правда? Я просто читал, что там, ну, население Киева, ну, с тех времен, когда надо было строиться Руси, там было, ну, несколько тысяч, я не помню точно сколько жителей. Киевской Руси 150 тысяч. Вот, а вот потом, когда вот как раз после татарского нашествия... Да, было вот... 50 тысяч. Сразу после татарского нашествия там было около... Мало, около 2 тысяч сразу, после разгрома. Вот, а потом, во время казацких времен, около 50 тысяч стабильно было, даже больше. Ну, посмотрим. Окей, это перспектива долгих лет, посмотрим, как она будет. Я с вами хочу поговорить, так как время у нас немного, про выборы. Выборы – это тоже важный элемент всей нашей составляющей, и как мы тоже будем жить. Вот в Одессе 27 октября были обработаны 100% протоколов, согласно которым побеждает... Это вот данный экзит-повар, да, тоже важно, чтобы их помнить. Геннадий Труханов, нынешний мэр, побеждает, набрав около 52%, что позволяет ему не проводить второй тур выборов и, в принципе, продолжить быть мэром Одессы еще на 5 лет. Его прямой кандидат Александр Боровик, которого, как ни странно, выдвигала партия «Солидарность», хотя у самого Боровика большие претензии к «Солидарности», они и не финансировали его кампанию, и не особо агитировали за него. А Гончаренко, он вообще, ну, как раз тоже члена блока Петропорошенко, одессит, он обвинил, что на его канале вообще агитировали против Боровика самого. То есть тоже не совсем я понимаю это взаимоотношение. Вот, поскольку в Одессе вчера мы сделали включение с Александром Боровиком, и я у него, в принципе, спросил, вот, а что будет, если власть провалит этот тест, и, как считает сам Боровик, голоса одесситов будут, ну, утрачены, да, нивелированы, да, ну, то есть их мнение не будет учтено, и вот, что ответил Александр. Но просто так вот это пропустить, это нельзя, и сейчас это серьезный тест президенту, это серьезный тест, в общем-то, нашей, нашей команде, команде губернатора тоже, это, это тест, в общем-то, насколько мы готовы быть европейским государством. Мы, когда ехали сюда, то мы сказали, что мы готовы работать в любых условиях, мы готовы работать с любыми людьми до тех пор, пока мы чувствуем, что все это в правом поле, и что у нас есть возможность влиять на процессы. Это не первый раз в Украине, когда выборы пытаются сфальсифицировать, и это не первый раз, когда кто-то бы воспринял бы это в штыки и не дал бы это сделать. Мы не дадим украть голоса, да, то есть мы однозначно настроены на серьезную политическую борьбу, на какие-то юридические процессы. Это наша, в общем-то, где-то обязанность тоже, потому что когда мы приехали сюда, мы сразу объявили, что фигни не будет, да, что вот это вот о какой-то нарушении, какой-то клановости, каких-то договорников здесь на наших часах не будет. Да, извините, что картинка очень похожа, но просто это было вчера, но видите, рубашка у меня другая. Вот, по большому счету Боровик что говорит? Или в Одессе будет происходить какая-то фигня, ну, как он сам выразился, да, или там будет работать команда Саакашвили. Но вот если будет происходить фигня, я так понимаю, что команда Саакашвили, ну, хлопнет дверь и уйдет. Какие вы предвидите последствия для Украины в случае вот такого сценария? Нет, почему Саакашвили? Я не думаю, что Саакашвили настолько истеричен, чтобы даже из-за таких ситуаций уходить. Тем более, что сейчас у него в руках правоохранительные органы, включая прокуратуру и МВД в Одессе. Поэтому есть все возможности расследовать все возможные фальсификации. Если там действительно было 48%, а не 52%, то возможности это расследовать и привести в норму есть. Возможности, да. Но еще зависит от судов, которые Саакашвили никак не контролирует. Да, но и Генеральная прокуратура, и прокуратура области имеет большие возможности по протестованию, по различным следственным действиям, в том числе и МВД тоже. Сейчас главным образом МВД. Опять-таки прокуратура области еще может быть, поскольку там Саакашвили, а вот Генеральная прокуратура, я не знаю. Нет, это он на месте решает те вопросы, которые представительства. Бороться будет, это мы слышали, но просто мне интересно ваше мнение в случае ухода. Нет, пускай, если, если, не уйдет. Вы в это просто не верите. Я думаю, что сейчас будет зависеть много от, ну скажем, эффективности, компетентности правоохранителей одесских, которые руководятся в том числе и при поддержке Саакашвили. Да, 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 имеются. Если они там найдут некоторые вещи, что действительно местные комиссии исправляли протокол в сторону Труханова незаконно, то тогда возникают вопросы. Возникают вопросы, кстати, ко многим, кто организовал эти вещи в Одессе. Потому что поэтому это был не один Труханов, а там кто заказывал, кто организовал и так далее, и так далее. Но если они этого не находят, ну извините, это вопрос к эффективности правоохранительного уровня. Окей, про Одессу поговорили. Еще один город, который может стать такой горячей точкой на карте Украины, это Павлоград в Днепропетровской области. Вчера ЦВК приняло контраберсийное достаточно решение, которое не предусматривает проведение второго тура мэра в Павлограде, поскольку они говорят, что вот в процессе избирательного процесса, ну такая тавтология, простите, несколько сотен жителей Павлограда выписались, и теперь там не 90 тысяч избирателей, а 89 тысяч 800 там с чем-то. Вот. Первое место там, в первом туре, так называемое, занял представитель оппозиционного блока Анатолий Вершина, вот мы видим, это с правой человек, да, действующий мэр, и, как говорят СМИ, это человек Ахметова. Конечно. А второе место занял ветеран АТО, воин 20-го мотопехотного батальона Евгений Терехов, известен еще как Джексон. Вот. Кандидата от Укропа, он набрал 20%, что в принципе для парня молодого, который вообще не был в политике, набрал 20% это ого-го. Но я хочу вам предложить послушать аргумент главы ЦВК Хендовского, ну вот те, кто не слышал, почему все же приняли решение не проводить второй тур. Ситуация в городе Павлограде еще в серпне цього года была, звичайно, в сфере уваги ЦВК. Мы понимали, что маючи там 90 290 виборців, 90 295. Подивіться, дуже уважно. Это была информация станом на 1 серпня 2008-го. Ця информация была без любых решений ЦВК, соответственно, до закону, оприлюднена в загальнодержавных засобах массовой информации. На цей момент кількість виборців, включенных до списка виборців на виборчодільницах в Павлограде, будет визначена протоколом Павлоградской міськой виборчей комиссии про результати виборів. За той информацией, которая есть в ЦВК, зараз там 89 810 виборців. Скорочені відбулося десь приблизно на 400 осіб. Абсолютно нормальна ситуація, яка виникає в усіх інших містах. Виборці нікуди не зникають, звичайно, крім абсолютно зрозумілих причин, чому зменшується кількість населення в Україні в цілому. Так ось закон ставить можливість проведення повторного голосування від одного факту, від двох критеріев фактично. Чи є в відповідному місті більше, ніж 90 тисяч виборців і чи не набрав хтось із кандидатів під час проведення голосування більше, ніж 50% голосів. Якщо в будь-якому місці на день проведення голосування, на день встановлення результатів є менше, ніж 90 тисяч виборців, то підстав для призначення повторного голосування, підстав для використання мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості на відповідних виборах міського голови просто немає. Це абсолютно очевидно. Ось це то, що сказав глава Центральної избирательній комісії. С нами на телефонному включенню заміститель глави Центральної избирательній комісії Андрій Магера. Здравствуйте, слухайте нас. Вітаю вас, я вас уважаю. Да. Вот, Андрій, у мене к вам такой вопрос. Во-первых, є ли так легко виписати несколько сотень граждан во время избирательного процесса. Это не говорить о том, що во многих городах є такое определенне количество мертвих душ, которые раньше использовались як положительный баланс, а сейчас його лучше сбросити вовремя, чтобы обеспечити себе вот такие решения, например, ЦВК. Ну, звісно, це може бути навіть певна виборча технологія, маніпулювання для того, щоб з однієї виборчої системи перейти до іншої виборчої системи за допомогою ось такого, з такой зміни виборчої адреси тих чи інших осіб, яка призведе або до збільшення, або до зменшення кількості виборців, коли, мова йде про межуку 90 тисяч усіх. Тому таке роз'яснення, крім уже правових аргументів, про які я раніше говорил неодноразово, має ще й ще одну складову. Вона фактично благословляє будь-які маніпуляції з цією кількістю виборців під час виборчого процесу. А вот скажите, а вот Павлоград, он только в Павлограді такое произошло? Или есть какие-то еще города, где выписывались люди? По-справді, роз'яснення містить такий собі квазі нормативний характер. Чому квазі? Тому що начебто застосовується на всі, без винятку вибору міських волів. Проте ми чудово розуміємо, якби не було ситуації в Павлограді, це роз'яснення Центральна обличчя комісія взагалі не розглядала. Ну, ми всі считаємо між рідких управлень. Не, ну, ви, в принципі, між срок обвинили симпатію части ваших колег Центральної збирателі комісії к кандидату виборів мера в Павлограді, чоловіка Ахметова? Или я вас не так поняв? Моїх слів таких не було, я думаю, це вже ваше висново. Я говорив про те, що Центральна обличчя комісія зайняла концептуально невірну позицію, неправильно застосувавши норму статті 2 частини 7. А нагадаю, що там існує певна статична інформація на певну дату. На 1 серпня 2015 року Центральна виборча комісія в газеті «Голос України» від 1 вересня опублікувала кількість виборців на виборах кожного міського голови в межах території України. Відносто Павлоградського міського голови зазначено, що це ажуретарна система абсолютної більшості буде застосовуватися на цих чергових місцевих виборах 2015 року. Зміна виборчої системи під час виборчого процесу, а тим більше після дня голосування виборцями, як на мене, є абсолютно неприйнятна річ, яка не узгоджується, зокрема, із принципом верховенства права, невідгідною складовою якого є принцип правової визначеності. Благодарю вас за цей коментарий, хороші роботи. Всего хорошого. Абсолютно згоден з паном Магерою. Якщо сама центральна виборча комісія розмістила від свого імені кількість виборців, то хто зараз буде вправі бігати рахувати по Павлограду, скільки там людей? Скільки їх справді заїхало, скільки їх виїхало? Ну да, це, конечно. Тут, конечно, у нас, правда, минута, но я попитаюсь быстро задавати вопрос. Ахметов провалив выборы в Мариуполі, можна так сказати. Президент підтримує тот факт, що вони не состоялись. Хоча Ахендовський, глава ЦВК, був в ярости от происходящого. Ахендовський, ну не, он лично, ну там, он во главе Ахендовського, то есть ЦВК приняло решение, которое отменяє второй тур в Павлограде в пользу кандидата человека Ахметова. И президент сегодня же выражает своё огромное недовольство этому факту, говорит, что будут суды, и вот так быть не должно. Вот короткий вопрос и короткий ответ, пожалуйста. Это Ахметов потерял способность договариваться, или власть решила его кинуть? Я думаю, что це швидше за все результат того, что мы зараз маємо повзучу деолігархизацію. То есть, понимаете, у нас олігархи послабшили, и это нормально. То есть, у одного там чекает выдача в США в Австралии, другий там заделился под мецената, третий втратил на лугандоні половину своих статков, и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, происходит изменение нашего общества, когда даже в таком месте, как Павлоград, может набрать 20% и больше людей, которая пришла, которая явно оппозиционная, до местных этих феодальных броней. Поэтому это факт взросления нашего общества. А не кидок. Да. Окей. Единственное, Александр, это мое пожелание, да, вот не называть лугандонию часть территории Украины. Не потому, что это оскорбляет там боевиков, а потому, что это может оскорбить патриотов Украины, которые выросли на территории Луганщины. Да, я очень хорошо отрезаю. Нет, ну просто, чтобы вас тоже не правильно понимали. Зонечарь от Донецких. Это очень хорошо. Хорошо. Спасибо Александру Полью за эту беседу. А вы оставайтесь с нами.